Начиная с этих выходных, работники коммунальных служб работают практически в авральном режиме. Днем, по словам начальника спецавтобазы по уборке города Георгия Орлова, ведется посыпка городских улиц с противогололедной смесью и песком. Ну а ночью происходит вывоз снега. Дирекция благоустройства «Всеоружие», я считаю, встретила это погодное явление. И уборка снега, она была организована, вы можете видеть сами об этом. Поэтому улицы города чисты, они свободны для проезда, обработаны. И, в общем-то, гололеда практически нигде нет. А где он только появляется, мы сразу засыпаем его песком. Как это достигается? Ну, в этой связи основную, конечно, работу мы проводим в ночное время, это по вывозу снега. Вот сегодняшнюю ночь было привлечено на уборку 87 единиц техники. Значит, непосредственно в момент снегопада мы также осуществляем действия, которые необходимы для того, чтобы наши улицы были чисты. Ну, в частности, как только снег пошел, начинается обработка улиц песко-соляной смесью. Обратил внимание на проблему с вывозом снега губернатор Олег Ковалев. Он поручил региональному министру транспорта и автомобильных дорог, а также главам администрации районов, обеспечить своевременно расчасть улицы. Сейчас снег мокрый, как только морозы ударят, он превратится в наледи, потом ничего не сделаем с ним. Сейчас зачищаться, зачищаться, зачищаться. Коммунальщики сообщают, что основной вывоз снега производится в вечернее и ночное время суток. Основной проблемой, которая мешает нормальной работе снегоуборочной техники, коммунальщики считают неправильно припаркованные автомобили. Потому чиновники из Управления благоустройства просят водителей не оставлять свое авто на проезде части, особенно на центральных улицах. А инспекторы ГИБДД сообщают, что помимо грейдеров, тракторов и грузовиков, на дорогах будут работать еще и эвакуаторы. Помимо снегоуборочной техники, также ночью будут работать эвакуаторы. Поэтому убедительная просьба водителей транспортных средств не оставлять свои автомобили на проезжей части в избежании последующих проблем с возвратом своего транспортного средства со спецстоянки. Такие меры, конечно, будут применяться только к нарушителям. Однако, чтобы городские дороги, тротуары были чистые, надо идти на помощь коммунальщикам и уважать их нелегкий труд.